Всем огромный привет! Рада, что вы зашли ко мне на канал. Сегодня речь пойдет об ароматах бренда Parfum de Paris. Вот такая ко мне пришла посылочка. Здесь 6 ароматов. Также, конечно, мой любимый автопарфюм, куда же без него. И начать хочу с приятной новости. Я думаю, что многие знают, потому что была рассылка от бренда, о том, что у них сейчас проходит распродажа, скидки 50%. Таких скидок, наверное, еще не бывало. Именно на сайте Parfum de Paris обычно акции проходят 3 равно 4 и так далее. Но сейчас, именно в преддверии Нового года, они решили порадовать своих клиентов и устроили скидки 50%. Единственное условие, данная скидка сработает именно при покупке 4 позиций. То есть в вашей корзине должно быть 4 товара для того, чтобы эта скидка сработала. Соответственно, у них представлены как и автопарфюмы, и мужская, и женская парфюмерия. Что мне нравится, у данного бренда очень хорошая стойкость. По крайней мере, на моей коже ароматы держатся долго. И даже многие люксовые какие-то попсовые ароматы могут позавидовать стойкости данного бренда. Также, конечно, из приятного то, что в ароматах содержится огромное количество масел, за счет чего продлевается стойкость. Парфюмерия не тестируется на животных, она гипоаллергенная. Поэтому это, в принципе, моя уже не первая посылочка у данного бренда. Конечно, у меня есть какие-то свои фавориты. Есть те ароматы, которые мне не подошли, и я от них избавилась. Но не может нравиться все. Соответственно, у меня есть свой вкус, у меня есть свои какие-то парфюмерные и ароматные предпочтения. Те ароматы, которые мне не подошли, я подарила и мамочке, и сестренке отдала что-то, и своим близким. Но есть у меня свои жемчужинки. И, в общем-то, один из таких ароматов я даже задублила. Давайте, наверное, мы начнем именно с него. Сейчас я его постараюсь найти, наверное, для начала. Решила я запастись ароматом, который у меня в формате 30 мл. Это пластик по мотивам Ив Соноран Либра. Я, к сожалению, точно не помню, как звучит оригинальный Ив Соноран Либра. Но в реакции парфюм Де Пари меня целиком и полностью устраивает. Красивое звучание. Аромат стойкий, аромат шлейфовый. Нет никаких грязных отталкивающих нот. У него очень красивая база. Поэтому я приняла решение, что мне нужен запас. Потому что буквально за месяц я вот такое количество аромата выпила. Рука к нему тянулась. Это с учетом того, что у меня и других ароматов очень много. Поэтому я на запас приобрела уже объем 50 мл в стекле. Конечно же, флакончики приходят в своих домиках. А именно в коробках. Можно спокойно брать в качестве подарка. И вот 50 мл флакон. Честно вам скажу, что все-таки формат пластика, именно пластиковых флаконов, мне нравится больше. В плане удобства. Почему? Потому что, во-первых, они очень мало места в шкафу занимают. Во-вторых, они легкие, невесомые. Можно с собой носить сумочки для того, чтобы обновить аромат. Либо брать куда-то в поездку. И вот в качестве сравнения даже формат 30 мл в стекле и формат 30 мл в пластике. Я думаю, что видно. Вот этот флакон все-таки поменьше будет место в шкафу занимать. Ну, в общем-то, для кого принципиально и важно, чтобы флакон был в стекле, можно приобрести также у них сейчас формат 30 мл. Именно вот в таком стеклянном флаконе. В общем, по поводу аромата. Это, безусловно, фужер. Это очень красивый фужер. Это лаванда. Это белые цветы. Это сочные взрывные цитрусы. Аромат прохладный. Аромат в то же время имеет терпкую ноту. В нем есть какая-то минимальная горчинка, что мне тоже, опять же, нравится. И для меня в нем абсолютно минимальная сладость. Вот я бы не отнесла этот аромат к разряду сладких ароматов. Для меня здесь вот буквально, наверное, чайная ложка какого-то сахара. Да, буквально там, я не знаю, сладость за счет белых цветов и цитрусов. И все. Но в целом это очень красивый фужер. Очень красивый фужер. И, как уже сказала, у него хорошая стойкость, хороший шлейф. Поэтому вот, пожалуйста, у меня будет теперь на запасе объем 50 мл. И, скорее всего, я буду из этого флакона переливать также в дальнейшем вот в этот пластиковый флакончик. И таким образом использовать. Вам о душе рекомендую. Если вам нравится лаванда в парфюмере, если вам нравятся белые цветы и цитрусы, присмотритесь. Да и, в принципе, если вам нравится оригинал и в Сонаран Либре, но не хочется тратить, конечно же, на него такие бешеные деньги, да, как-то жалко, либо просто финансы не позволяют, то можно присмотреться к вариации парфюм Де Пари, потому что он у них действительно очень хорошо сделан. Без какого-либо преувеличения я его приобрела на запас. Я думаю, это о чем-то говорит. В общем-то, рекомендую. Потрясающий аромат, которым я буду пользоваться и в дальнейшем. В качестве знакомства и, можно сказать, такого эксперимента, я решила приобрести три аромата объемом 30 мл. Получаются два в пластике и один флакончик в стекле. Давайте, наверное, мы с него и начнем. Это аромат по мотивам Killian Moonlight in Heaven. Я у них как-то заказывала Killian Flower of Emortelli. Тот аромат немножечко немой, потому что я в нем слышу какую-то ретро-пудру, которая мне забивает рецепторы в носу и хочется даже чихать. И пока что по поводу него у меня двоякое впечатление. Он у меня, конечно, стоит. Я от него не избавляюсь, потому что я к нему планирую делать подходы. И аромат по мотивам Moonlight in Heaven я, опять же, решилась заказать только объем 30 мл, потому что побоялась, что мне он просто-напросто не понравится, как и Flower of Emortelli. В общем-то, этот аромат мне понравился больше, чем тот, скажу сразу, потому что все-таки его звучание приближено к моим вкусовым предпочтениям. Я не буду абсолютно привязываться к пирамидам этих ароматов. Я буду вам высказывать свое ощущение, свое восприятие по поводу каждого аромата, потому что я думаю, это абсолютно бессмысленно привязываться к пирамидам оригиналов. В общем, я в нем слышу сочные, кисленькие, тропические фрукты. По-моему, здесь заявлено манго. Я не скажу, что я отчетливо в нем слышу манго, но это определенно какие-то очень приятные, сочные, кисло-сладенькие тропические фрукты. Для меня это белые цветы, нежные, кремовые, даже сливочные белые цветы. Это взрывные цитрусы, я в нем слышу и мандарин, и апельсин, и лайм, и как будто бы лимон. То есть очень-очень много, особенно на старте вот этих взрывных цитрусов. Есть даже горчинка, как будто бы цедры. И для меня в нем есть небольшой-небольшой аспект сливочности, но, скорее всего, мне воспринимаются именно как будто бы это сливочно-кремовые белые цветы. То есть не какие-то лактонные, молочные там ноты по типу взбитых сливок или еще чего-то, нет. Это именно как будто бы для меня сливочные кремовые белые цветы, но нейтральные. Я бы ни в коем случае не сказала, что это какая-то гурманика, что это для меня какой-то супер лактонный аромат, особенно на старте. Вот когда его только распыляешь, я слышу в нем только свежие цитрусовые зеленые ноты. И потом уже вот эти белые цветы, сочные фрукты тропические добавляются потом в процессе раскрытия, но не сразу. То есть стартует аромат цитрусовыми нотами. Очень понравился аромат, у него хорошая стойкость. Опять же, неплохой шлейф, но я его на себе еще хорошо не разнашивала. Если другие ароматы я успела уже на себе как-то разносить, прожить с ними какое-то определенное время, то вот аромат по мотивам Killian Moonlight and Heaven я пока что конкретно на себе еще не разнашивала. Буквально, наверное, я его пару раз на запястье нанесла для того, чтобы, в общем-то, обрисовать себе какую-то картину определенную, что я в нем конкретно слышу, чтобы рассказать вам впоследствии, но не более. Поэтому я его буду обязательно разнашивать, но скорее уже в январе, потому что в декабре у меня и так очень много ароматов стоит в подборке, я просто не успеваю всеми пользоваться. Дальше, следующий аромат, который я также приобрела в формате 30 мл, в пластике уже. Как я уже сказала, мне вот эти пластиковые флаконы безумно нравятся, потому что они настолько легкие. Вот даже в качестве сравнения я сейчас держала 30-ку в стекле и пластик. Ну, вот пластик мне как-то нравится больше. Я знаю, что многие предпочитают как раз формат стекло, да, вот именно стеклянные флаконы. Но, в общем, кому как, да, кому как. В плане, например, если хранение в шкафу, то это гораздо более удобно. Он занимает определенно мало места в шкафу, да и сумочки с собой носить, он абсолютно невесомый. Так, в общем-то, заговорились. Это у нас по мотивам Арианы Гранде. Thank you, next. В общем, я обязательно буду вставлять, как выглядят полноразмерные флаконы. Этот аромат меня заинтересовал прежде всего, потому что я как-то на оригинальный аромат Арианы Гранде видела много положительных отзывов. Что слышу в нем я? Вы знаете, когда я его только распылила, в общем, когда только получила, несла сразу на запястье на кожу, потому что мне было дико интересно, я в нем услышала отголоски такой нежной-нежной леденцовой шафрановой ноты. То есть, определенно в этом аромате, как будто бы для меня есть такая йодисто-шафрановая нота, вот что-то такое. Плюс для меня это терпкость и сухость, такая вяжущая нота граната. Это какие-то красные, кисло-сладкие ягодки, по-моему, здесь земляника в пирамиде заявлена. И да, что-то такое в аромате есть, именно ягодное. И вот эти ягоды, причем, одновременно придают и ягодной сладости, и в то же время кислинке аромату. В нем присутствует и свежесть, и немного зеленых нот, но и в то же время аромат довольно-таки сладкий. Но все-таки что-то на старте мне дают такую приятную шафраново-йодисто-леденцовую ноту. Это только на старте. Вот эта нотка, она уходит, наверное, примерно через 5-6 минут. Но что-то есть. И вы знаете, по схожести мне этот аромат напоминает Burberry Intense. Был у них такой аромат, сейчас он снят с производства. Стоит дорого, потому что, соответственно, это снято. И также в этой линейке есть у них аромат, опять же, с земляникой, вот что-то такое. По-моему, Burberry Heo Blossom или Burberry Heo классический. Я вот точно не помню, я обязательно здесь ставлю флакончик. И звучание этих двух ароматов для меня схожим, честно говоря. Что в этом аромате есть определенная кисло-сладенькая ягодная нотка именно красных ягод. В аромате Burberry там тоже есть что-то по типу земляники, да, то есть такой ягодный аспект. Аромат очень приятный, мне он понравился. Он позитивный, он жизнерадостный. Это тот аромат, который мне кажется понравится, в принципе, многим. Вот он понравится многим. Но я скажу так, в нем есть все-таки сладкие ноты. Если вы любите больше такие свежие, зеленые, водянистые ароматы, озоновые, цитрусовые, скорее всего, вам, может, даже этот аромат и не подойдет, потому что в нем определенно есть сладость. Но при этом сладость умеренная, сладость не зубодробительная ни в коем случае. Все здесь в меру. Как я уже сказала, и свежесть, и немного зеленых нот, и кислинка, и сладость. Все это между собой переплетается, и в целом получилось красивое звучание аромата. Опять же скажу, что нет для меня лично никаких грязных отталкивающих нот. У него красивая база, по крайней мере, на моей коже. Поэтому я, опять же, аромат по мотивам Ариана Гранде Thank You Next могу вам посоветовать. Вот, присмотритесь, если вы любите ягодные, если вы любите немножечко, как я сказала, леденцово-йодистые ноты. Это здесь определенные есть, я очень хорошо слышу, хотя, по-моему, в парамиде шафран не заявлен. Но вот йодистая нота, особенно на старте, в нем присутствует. Вот сейчас до сих пор с блотера я эту йодистую ноту очень хорошо слышу, кстати. Идем с вами дальше. Получается, третий аромат в объеме 30 мл тоже я заказала на пробу. Был аромат по мотивам, по карабано Pure Excess. Вообще, с оригиналом я тоже знакома довольно-таки побочно. Возможно, когда-то давно я его тестировала в магазине, но почему-то желания купить оригинал у меня так и не возникло. Я знаю о том, что вся вот эта линейка ароматов по карабано, что Pure Excess, что Black Excess, они довольно-таки диффузные, насыщенные. Как правило, большинство ароматов именно являются вечерними, томными и на любителя. Как раз-таки аромат Pure Excess по пирамиде я поняла, что это изначально. Изначально я думала, что это будет что-то такое тропическо-сливочное, потому что в нем заявлен и иланг-иланг, и кокос, и что-то даже чуть ли не франжепани. Но, честно говоря, эта композиция для меня оказалась абсолютно вечерней, томной, на холодное время года. Я в нем не слышу никаких тропических нот, никаких сливочных нот, никаких нот, которые меня бы относили, скажем, в такую автозагарную тему. Нет, ни в коем случае. Для меня здесь идет такое сочетание насыщенной карамельной сладости и какой-то зеленой свежести. То есть в аромате есть определенно свежие зеленые ноты, но это все балансируется за счет именно такой карамельной сладости. Я могу в нем спокойно представить белые насыщенные цветы, возможно, даже розы здесь есть. Когда аромат раскрывался на моей коже, я его буквально единожды тестировала запястье, то есть я его, опять же, не разнашивала на себе еще довольно-таки хорошо. Мне он выдавал как будто бы даже некие почуливые ноты, особенно в базе. Вот глубоко-глубоко в базе мелькают даже здесь для меня лично почули. Иланг-иланг я на самом деле не слышу. Если он здесь и есть, то он мега-мега насыщенный и не тот привычный для меня иланг-иланг, который у меня есть, например, в моих ароматах из моей коллекции. Нет. Здесь иланг-иланг раскрывается абсолютно по-другому. Но плюс вот эта какая-то убойная карамельная сладость, сочетающаяся с зелеными свежими нотами, это довольно интересно звучит. В целом могу сказать, что аромат однозначно на холодное время года. Аромат однозначно вечерний, даже можно так его описать, потому что я не представляю его в качестве аромата на каждый день. Но я вам скажу, что все-таки он на любителя. Он не всем понравится, далеко не всем. Молоденьким девочкам не подойдет, на мой взгляд. Но если вы любите ароматы тяжелые, ароматы насыщенные, стойкие, то можно присмотреться вот к этому варианту. Дальше у меня остаются два флакончика уже форматом 50 мл стекло. Тоже в коробочках, конечно же. Вот какой мне первый попадается. Так, у меня блотеры что ли закончились? Куда они у меня подевались? Так, что это у нас здесь? Ага, это у нас по мотивам Dolce & Gabbana Light Blue версия Forever. Так, сейчас. Я тут флаконами заставила. Блотер не могу достать. В общем-то, на самом деле у меня есть оригинал классического Dolce & Gabbana Light Blue. С версией Forever я не знакома. Как-то мне не попадался оригинал в оффлайн-магазинах именно на глаза. Я решила этот аромат заказать в плане, знаете, того, чтобы носить его дома после душа, либо потом летом в дальнейшем, когда будет уже тепло. Но, мои дорогие, я вам могу сказать о том, что вполне себе данный аромат я представляю и вижу в холодную морозную погоду. Как раз-таки сейчас зимой, когда лежит снег. Именно в мороз. Что я в нем слышу? Это, безусловно, огромное количество взрывных цитрусов, цитрусы с горчинкой, даже с косточками цитрусовых, потому что в нем определенно есть некая цитрусовая горчинка цедры, либо косточки. Вот что-то такое. Плюс для меня это белые цветы и это мускус. Я, конечно, могу сказать, что этот аромат все-таки для меня лично не так уж схож с классическим Light Blue, по крайней мере, вариации Parfum de Paris. Для меня они в одном направлении, но по звучанию они разные. Вот этот аромат более насыщенный, он более диффузный. Поэтому, как я уже сказала, на мой взгляд, эти цитрусы прекрасно будут раскрываться в морозную погоду. Прекрасно. Они будут звенеть, они будут переливаться, искриться именно на морозе. Потому что я знаю о том, что многие любят как раз-таки цитрусовые ароматы носить в мороз. Не просто летом ими освежаться и поливаться, а именно в мороз. Тогда раскрытие цитрусово-бело-цветочных ароматов становится как будто бы более интересным. И слышатся все грани. Кстати, я его довольно-таки неплохо поносила. Наверное, раза 3-4. Не знаю, будет ли видно на камере. Но я им хорошо так пользовалась. Немного я им не обливалась. Буквально 3-4 распаления на себя наносила. Но я от него кайфовала. Я дома им пользовалась. Мне так в нем было хорошо и уютно. Кстати, у него очень красивая, мягкая, бело-цветочная, мускусная база. Цитрусы они только на старте. Потом цитрусовые ноты уходят. Но они, кстати, на моей коже не так, чтобы 2-3 минуты держатся. Цитрусы держатся примерно, наверное, 20-30 минут на моей коже. Что меня, безусловно, радует. Потому что я люблю цитрусовые ароматы. Но потом в базе уже появляется такая приятная, нежная, бело-цветочная, мускусная нота. Хороший аромат, хорошая стойкость. Поэтому буду им продолжать пользоваться как и в качестве домашнего аромата в умеренной дозировке, так и под настроение куда-нибудь на улицу, на мороз, чтобы вот эти цитрусы и белые цветы на морозе как-то искрелись и играли. В общем-то, и заключительный аромат в этой посылке, также в объеме 50 мл. Флакончик стекло. Это по мотивам Нина Ричи Белла. Такое зеленое яблочко. Я с оригиналом, опять же, знакома. Может быть, когда-то была, уже даже не помню, как он звучит. Но мне очень захотелось взять вот эту прелесть. Я не знаю, заявлено в пирамиде зеленое яблоко, но я думаю, что да. Потому что если флакон выполнен в виде зеленого яблочка, то, скорее всего, в пирамиде есть и зеленое яблоко. Потому что конкретно в этом аромате я очень хорошо слышу кисленькое, зеленое, свежее, сочное зеленое яблоко. И все это в обрамлении огромного количества пралине, то есть некой пралинешной сладости. Я, опять же, не знаю, есть ли здесь пралине, но я очень хорошо слышу такие сладкие конфетные ноты. Это не карамель, то есть не совсем для меня это какая-то горячая, тягучая карамель. Это не совсем огромное количество вроде бы и ванили, но при этом для меня это как будто бы сладость пралине. В общем, вот так я могу описать этот аромат. То есть два для меня здесь компонента. Это зеленое, сочное, кисленькое яблоко и огромное количество сладких нот пралине. Плюс аромат немножечко запудривается. Но это совсем такое минимальное количество пудры, но при этом она довольно-таки на моей коже ощутима. Стойкий, опять же, шлейфовый. Здесь буквально достаточно мне двух-трех распылений, чтобы я на себе очень хорошо слышала аромат. Иначе меня он душит. Я думала, что он будет более компотистый, но на самом деле нет. Буквально через 15-20 минут он становится плотный. Именно плотное такое звучание вот этой сладости пралине. То есть я могла бы сказать, что этот аромат подойдет для сладкоежек. Именно для тех, кто любит сладкие конфетные ароматы в парфюмерии. То есть выраженную сладость. Он, конечно, не приторно-сладкий. Я и слышала более сладкие переслащенные парфюмы. Но, тем не менее, вот эта, безусловно, такая для меня конфетно-пралинешная нота в этом аромате присутствует. В общем, приятный. Я не побоюсь этого слова. Вкусный. Многие не любят это выражение. Но я это выражение приравниваю именно к каким-то гурманским, съедобным, конфетным, мармеладным ароматам. Да, вот что-то такое. Именно как будто бы вкусненькое хочется его съесть. Не к тем ароматам, допустим, как Ив Сен-Лоран Либре. Да, для меня он не является вкусным. Для меня он просто красивый и очень приятный. Я не зову его вкусным, потому что для меня он не является съедобным. Я не хочу его съесть. А вот такие ароматы, как по типу Нина Ричи Белла, это действительно что-то такое даже в какой-то мере съедобное. Ну, вот зеленое яблоко и пралине. И пудровые ноты. Все. Вот что я в нем слышу. Очень приятный. Мне понравился. Не пожалела, что взяла именно формат 50 миллилитров. Вот как будто бы попадение в самую точку, в самое сердечко, потому что я рассчитывала на то, что мне он понравится. Я чуть не забыла также упомянуть про автопарфюм. Потому что я в начале видео его показала и почему-то уже совсем из головы вылетела. Но да, я очень люблю автопарфюма бренда Де Пари. И уже получается я заказываю третий. И у меня самый первый, который я еще заказывала летом, в июне, у меня не закончился, чтобы вы понимали. То есть насколько хватает вот такого автопарфюма, долгий срок службы. И полностью он справляется со своей функцией, со своей задачей, потому что машину он ароматизирует. И я когда только в нее сажусь, да и в принципе на протяжении всей поездки машины я очень хорошо слышу звучание вот этих автопарфюмов. Мне очень нравится. В этот раз я себе заказала по мотивам туфельки от Каролины Эрера. Именно классической вот этой темной туфельки. Ой, уже вот слышится сама одушка. Очень приятный сладкий аромат. Как я уже сказала, я хвалила, хвалю и буду хвалить автопарфюма бренда Де Пари. От души вам рекомендую. Я первый самый раз заказывала по мотивам Жванши Ангелы и Демоны. Вот он до сих пор как раз таки у меня он висит в машине. Потом я заказывала тоже у них месяц назад по мотивам Монталь Интенс Кафе. Я, к сожалению, пока еще его не повесила, потому что у меня не закончился самый первый автопарфюм. И потом, конечно, на очереди в следующем у меня будет уже автопарфюм по мотивам туфельки от Каролины Эрера. В общем, мои дорогие, на этом все. Вот такой у меня был заказ. Вот такие ароматы. У меня немало, кстати, парфюмов от данного бренда. Есть мои фавориты. Есть те ароматы, которые мне не особо нравятся. Я от них, как правило, избавляюсь, кому-то дарю. Напоминаю, что у них сейчас проходит новогодняя скидка 50%. Обязательно заказывайте и себе ароматы, и своим близким в преддверии новогодних праздников. Потому что я не знаю, когда еще такие скидки будут. Это очень получается выгодно по цене. Я вам, конечно же, все ссылочки оставлю в описании под видео. Оставлю ссылочку на сайт Parfum de Paris. Проходите, смотрите, у них большой выбор как мужских, так и женских ароматов. Я думаю, что каждый себе что-то подберет по своим вкусовым предпочтениям. Ну, а вам спасибо, что были со мной. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. И всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok